На торжественном мероприятии, посвященном Дню образования войсковой части 5526, собрались те, для кого эти стены родные. Солдаты, прапорщики и офицеры, которые сегодня проходят здесь службу, а также те, кто раньше носил на форме шевроны именно этого подразделения. Среди почетных гостей также люди, 22 года назад стоявшие у истоков формирования части. Была организована наша часть 19 октября, и согласно этого указа мы приступили к формированию ЕНИН. И формировали эту часть вот здесь, с 19 октября 1993 года. Ну и я прослужил в этой части в должности начальника штаба 8 лет. Потом ушел на пенсию, ну и стал представителем Совета ветеранов этой части. Я всегда прихожу к этой части и встречаюсь с личным составом, я чувствую гордость за нашу воинскую часть. Я чувствую гордость за то, что вот у нас такие люди есть, хорошие, добросовестные солдаты, которые выполняют свой воинский долг и выполняют его хорошо. Действительно, за минувшие годы часть словно окрепла, выросла и возмужала. Продолжая славные служебно-боевые традиции старших поколений, военнослужащие ежедневно выполняют сложные задачи по охране общественного порядка, обеспечивают безопасность граждан при проведении массовых общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий. Образцово несут службу при судебном и встречном конвоировании. Особо отличившиеся военные, а также гражданские сотрудники части в честь дня ее образования получили заслуженные награды и внеочередные воинские звания. Сегодня мы пригласили как взаимодействующую структуру органов внутренних дел УВД Брестского обл. сполкома, так и взаимодействующие структуры исполнительных комитетов, горы сполкома, районных исполнительных комитетов. Все гости пришли и сегодня, конечно же, будут отмечать наиболее лучших военнослужащих, достойных получить высокие награды. Что примечательно, несмотря на всю серьезность возложенных на военнослужащих данной части обязательств, А может быть, благодаря именно данному аспекту здесь много внимания уделяют не только физическим тренировкам и обучению служебно-боевым навыкам. Большое внимание руководство обращает на воспитание силы духа, выносливости и стойкости бойцов. Не последнюю роль в этом вопросе играет сотрудничество с Православной Церковью. В этом году на территории подразделения была освящена земля под строительство часовни в честь апостола Фомы. И такие преобразования, а также уровень развития подразделения – это только начало, уверены те, для кого 55 и 26 – это не просто войсковая часть в областном центре, а целая часть жизни.